ПАБАМ! Друзья, продолжаем проходить Торч Лайт 3 и сразу в начале этой части есть радостное событие. В игру был добавлен русский язык, раньше чем я мог подумать. Это частичный перевод, ряд скиллов, каких-то диалогов еще не переведены, но все равно. Все это в процессе и уже сейчас часть игры переведена, что не может не радовать. Мы с вами начинаем очередную часть нашего 100% прохождения игры Торч Лайт 3 и сейчас у нас уже бета-версия. Альфа-тестирование завершено, произошел вайп, нашего мага заката удалили. Сейчас мы с вами создадим нового персонажа и по вашим просьбам я покажу вам другой класс. Вы меня просили это сделать. Во, на русском уже все. Закатный маг. Так он здесь называется. Я думаю, что сейчас мы с вами будем играть за механоида, потому что такие классы как маг, стрелок, танк, они были у нас и в Торч Лайт 2 и в Торч Лайт 1, а вот это, это нечто новенькое. И, безусловно, будет интересно посмотреть геймплей за механоида, познакомиться с этим очень забавным, по виду, по крайней мере, классом персонажа. Давайте прочитаем о нем. Внутри механоида настоящего чудо техники живет душа истинного героя. Он вооружен нагрудной пушкой, поражающей врагов с дистанции и владеет большим спектром приемов ближнего боя. Для победы над противником механоид использует физическую силу, жар и несгибаемую силу духа. Он может генерировать жар, чтобы превратить врага в пюре, или же испепелять монстров с помощью системы сброса жара. Но при этом механоид всегда остается технологическим феноменом и существом широкой души. Ну как прекрасно его описание, друзья. В общем, такой широкой души персонаж у нас будет. Так, посмотрим, какие есть у него головы. И вы знаете, они все крутые. Но это мне нравится. Это такая злобная, это какой-то дроид из Звездных Войнов. А это какая-то вообще советская техника, я не знаю. Давайте ее возьмем. Так. Я пока не ставлю хардкор, опять же, потому что это не окончательная версия. Мы помним, какие у нас были сложности в Альфе, когда мне персонаж 42 уровня убивался с одного удара боссом 20 уровня. Не думаю, что здесь все хорошо отладили. Так что доберемся еще до кошмара. Пока просто будем играть на максимальной сложности по объективным причинам. Те, кто смотрел предыдущие части этого прохождения, конечно, понимают, почему так. Так, если не смотрели, обязательно посмотрите, друзья, и предыдущие части, а также Torchlight 2 и другие ARPG, которые уже на канале есть. Они вас ждут. Питомца выберем белую альпаку, золотистую альпаку. И поскольку у нас механический персонаж, давайте дадим такое имя нашему питомцу. Ох, как мне хочется уже поскорее им поиграть. Так, максимальную сложность выставляем и вперед к приключениям. Уже знакомая нам сцена. Я еще там немного играл за Мага Заката. Ну, в том геймплее, что вы видели. Правда, уже без записи. И во втором городе там, конечно, еще были всякие баги. Сейчас буду смотреть. Вместе будем смотреть. Занятая ставка Тревела. Мы уже знаем эту часть геймплея. Посмотрим, что здесь изменилось, что было исправлено. Посмотрите, как вообще забавно он передвигается на этих механических копытах. Но это ржака. Это просто классно. Так, ладно. Доблестный механоид с широкой душой. Ну-ка, что это такое? Пистоль. Пистоль это не для твоего класса, правильно ведь? Ого. 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 Достал просто механоид Джеймс Бонд. Ну-ка. Ну, посмотрите, какой вообще Дитлера. Шикарно. Ладно. Начали с мечом. Его некая нелепость очень импонирует. Хочется им играть. Ты чего мешкаешься, лага? Не стой с толпом. На форт напали. Гоблинский вождь-здоровяк отправил своего выкормыша болтуна в налет на форпост. Он вот-вот вломится в ворота. Дуй туда и помоги. Я догоню. Легко говорить, да. Может быть наоборот? Может ты поможешь хотя бы? Так, ну. Знакомое нам первое задание. Удачное прибытие. Прибыли. Блин, тут уже замес во всю. Так, ну и первое, что я замечаю, это... Ого! Можно подгореть. От вот этого нельзя было подгореть. И это количество опыта, которое нам дается за гоблинов, в тот раз давалось больше. Это точно. Сейчас немножко сократили. Гоблин-налетчик. Так. Слушайте, ну я тогда, когда приходил на этого первого босса... Агрессивный такой. Когда ребята такие мелкие шавки, они всегда агрессивные. У меня уже был первый скилл за мага заката. А здесь у меня его нет. И без скилла, я думаю, это будет тяжко его долбать. А давайте пройдем. Тут сейчас еще должны ребятки вылезти. И мы попробуем, убивая их, получить второй левел. И все-таки взять скилл. Отлично. Левел ап. Так. Теперь надо прокачаться. Но чтобы спокойно прокачаться, надо покинуть его. Я вернусь. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Я хочу просто жаром пышать. Для этого надо взять скилл. Гоблин-налетчик-болтун. Уже немножко отгреб от нас. Сейчас мы его отучим болтать. Давайте здесь на корабле спокойно возьмем навык. Быстрый огонь. Вот то, о чем я говорил. Да, не все переведено. Но это для орудия нашего скилла. Вот это. Атакуйте врагов перед вами четырьмя быстрыми ударами. 90% от урона оружия. Вот это я, наверное, возьму. Ну-ка, как это? Вы посмотрите, какой кулачищ. И вот здесь нагрев идет. Вот, а можно перегреться. Шик, шик. Так, а что у нас тут? Ну, это, понятно, скиллы пэта. Это навыки реликвии. Тоже мы это все видели. Так, ну... Вот этот скилл можно еще взять. Это натиск. Или лучше этот до двух прокачать. Мне он очень нравится, этот кулачищ. Размешивать ребяток в ближнем бою. Но натиск тоже хорошая вещь. Им можно, например, уходить быстро. А, так. Ладно, все-таки пока первый возьму. Вот сейчас более эффективно. Пойдем ему и измордуем просто этими кулаками. Так, так. Не перегреваемся. А вот... Да, интересно, что будет, если мы перегреемся. Ну, можно попробовать. Превышение жара. Все, он останавливается, когда жар превышается. Можно как-то там же... Как-то можно выпускать этот жар. Типа накопить его, а потом выпустить. Или для этого нужны какие-то, да, особые умения, наверное. Ладно, с помощью этого скилла мы просто... В пюре превратили гоблина. Сейчас соберем. Вот, интересно, оставили они эту мастерскую карп, в которой можно сразу качаться до бесконечности. Как пламя. Дышащее пламя. Это безопасно? Нормально. Так, тут есть с кем поговорить? Так, да. Спасибо за помощь, рекрут без тебя. Мы бы с болтуном не справились. Столько лет мира... А с чего вдруг они полезли сейчас? Неважно. Ответы искать будем потом. Раненым нужна помощь, а мертвым покой. Отнеси мечи павших солдат в приют героев и разложи на алтарях. А потом сразу обратно. У нас все только начинается. Знаете, что еще, друзья? Я как раз готовил как-то следующую часть еще в альфа-версии для вас. Я там в форте все расставил хорошенько. Думал как раз часть делать... Рассказать вам все про форт. И оно вайбом все откатило. Будем заново форт строить, в общем. Так, это что такое? Нагрудник Литавра, а это большое ружье. Хочу большое ружье. Я не похож на Литавра. Если бы Центуриона дали, а так. Значит. Одеваем. Во. Наша пушка. Но она, наверное, используется только при скиллах. Я не знаю, как ее юзать. А старконечные ноги. О, это ж ты... Все камни поцарапаешь в городе на таких ногах. Это дополнительный налог, наверное, нужно платить за ущерб. Будет. Тут хоть копыта есть нормальные. А тут... Даже не знаю. Ну, а старконечные ноги не дадут нам сбиться с дороги. Так что поставим пока их. Надо проверить того сильного гоблина. Что-то он не особо похож на мертвого. Найдите выход к колесистому утесу. Нажмите левый альт, чтобы показать, скрыть название предметов. Это мы делаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу передать личный привет тем ребяткам, которые там написывают мне комментарии, что у тебя никакого соглашения с разработчиками нет. Скоро тебя забанят. Там мы уже и в Дискорде тебя отметили. И просто ФСБ дело завело. Ребята, вам респект. Вы меня всегда очень веселите подобными комментариями. Продолжайте. Хочешь настроение кто-то поднимает. Сижу здесь грущу, знаете ли. Послание в бутылке. Рай рыбака. Так. Медленнее стала идти прокачка уровня. Немножко подрезали количество опыта, которое получаем с гоблинов. И по поводу Рая рыбака никакой озвучки не было. Видимо, есть только английская озвучка. И в русской версии просто никакая пока не воспроизводится. Непонятно почему. Так, ну я довольно быстро перегреваюсь. Есть какая-то пассивка, которая позволит нам не перегреваться так быстро? Или надо как-то спускать этот пар? Какой-то кнопкой. Или каким-то умением. Что-то везет мне было написано, да? Так. Но скилл вообще вот он выглядит визуально обалденно. Представьте, как этот огромный кулачища просто разукрашивает их физиономии. Гоблинские. Он как мой сосед просто добывает. Да, у маг заката более деликат. Так, гиркой там потихонечку. А пацан сразу достал дрель. Так, я взял твердый люк. Он какую-то защиту от этих подлюк еще дополнительную даст. Ну-ка. Округлый нагрудник. Во. Поменяли бочку. Точняк. Мушкет. А где этот люк? Или он оделся сразу? Да, да. Вот твердый люк. Во. Вот он. Шикарно. Что нам никто туда через решетку теперь окурок не забросит. Не подожжет изнутри. Это хорошо. Алтарь навыков. Так, приют героев. Ну, мы помним, да? Нам надо идти в приют героев, друзья. Давайте пройдемся по локации. Хотя бы уровень повысим. И надо будет пойти в город посмотреть, есть ли это мастерская карта. Так, у меня последняя сложность точно стоит? Ну да. Просто как-то не сложно. Везюши. Послание в бутылке. Рай рыбака. Валай. Не. Нет в русской версии никаких посланий. Подписчик Робсон пишет. Привет. А ты не стримишь? Надо ему привет передать. Сейчас, друзья. Я ему отвечу быстро. Привет. Привет. Сейчас кучка вышла прям хорошо. Так, ну мы приближаемся к третьему левелу, а я буду, друзья, брать и дальше первое умение. Хотя бы до пяти прокачаем его и посмотрим, как оно будет с улучшением первым в себе появлять. Это хорошо его юзать, собирая кучу ребяток, вот так, чтобы вот при нагреве максимальное количество мы вынесли по одному. Не очень эффективно, потому что нагревает, нагреваетесь вы и перегреваетесь. Ваш портал, ваш портал, ваш форт, задание на славу. Блин, классно. Острыми ногами можно впиваться в грунт, мягкий, как здесь. Транзитные порталы быстро перемещайтесь к другим местам с помощью транзитных порталов. Чтобы переместиться из одного транзитного портала к другому, сначала их необходимо активировать. Исследуйте области на карте мира, чтобы найти и открыть дополнительные транзитные порталы. Знакомо. Ой, 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 как-то так вы вылезли там за наши острые ноги. Поломали свои крысячьи зубы. И нам немного урона нанесли. Отлично. Третий левел, сразу берем наш навык. Еще можем брать. Так, а где наши доступные все? Ноль, да, 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 да. Быстрый удар бьет еще два раза. Как это интересно. То есть там дополнительные еще пошли кулачища. Ну, неплохо. Посмотрите, он жирная скотина, не может здесь пройти. Я думаю, что маг заката здесь бы с легкостью прошел. Ух, пацаны, это просто рай рыбака. Все время будут рай рыбака предлагать. Твердый люк. Не знаю, а мне как-то по кайфу играть с тем классным персонажем. Не знаю, как он будет дальше себя проявлять. Главное, чтобы не получилось так, что в итоге он, знаете, как-то ни рыба, ни мясо будет такой чисто серединный. Такие персонажи иногда тоже бывают. И как будто ему чего-то не хватает. Если его грамотно здесь допилили, то должно быть все окей. Так, я уже перегрелся с вами, ребят. Так же можно сгореть на работе. Ух, скорость. Надо посмотреть на наши навыки за славу. Не пересмотрели ли их там как-то по-другому, не сделали? Сейчас давайте посмотрим. Раньше вот здесь они были. Так, сумка с картами золотая лихорадка. Ну, будем получать. Используйте, чтобы получить свитки мастерских карт. Надо еще докачаться. Вроде бы так же все. Сколько их тут много. А сменить контракт. Ну да, вот контракт странника, контракт ремесленника, фермерский контракт. Все вроде так же. Я очень надеюсь, что они сделали, что карта теперь не закрывается. После того, как вы ее исследовали. Если вы помните, в альфа-версии она, зараза, постоянно закрывалась. Враги могут появляться, я вообще не против этого. Но вот не хочется, чтобы карта закрывалась. Хотя, непонятно пока. Так, ну-ка, попробуем. Телепорты это магические порталы, разбросанные по всему миру. С помощью которых можно перемещаться в новые области. С синими телепортами можно пользоваться свободно. Для входа в красный требуется выполнить определенное задание. Не знаю, почему зона входа в локацию называется телепортом. Ну ладно. Ведь это не всегда телепорт. Это иногда может быть просто вход в пещеру. Ребят, откуда вы вылезли? Я, собственно, тут вроде уже гонял. Ух, он высчитывает зубы просто этим кулачищем, а. Все до единого. Такое еще с важным видом перемещается. Хе-хе-хе. Выходите, пацаны. Тут опять рай рыбака будет. Точняк. Все-все сразу подходите. Везет же, классно написали. Ох, там вышли хлопцы просто на беду свою. Так, мы приближаемся вот к мостику. Там уже скоро должен быть босс. Слушайте, ну мне прям нравится. Если я... Сако. Масочка. Какая-то интересная. Ну-ка. Маска молчания. Так это же для этих, для закатных ребяток. Редкий фокусировщик. А нет. Смотрите, красеевость мастежара. Это все-таки наш предмет. Ну давайте будем ходить с маской. Если там мастерскую карту ставили, то я прям, наверное, сегодня всю ночь засяду на прокачку. А потом мы с вами двинемся прокачанными дальше. О-хо-хо-хо. Ну-ка доставай свою супердрель. Отлично. У него здесь пила вообще классно. То есть разные, разные эти штуки. Ну может и для мага заката разные сделали, но в альфе он все время одинаково, до ресурса добывал. Пацаны, если бы я там с лестницы увидел, что сверху такой кулак громозит, я бы никогда не поднимался дальше. Мы как-то так самоубийственное дело поступили сейчас. Достаем пилу. Просто класс. Настолько по-настоящему добывает древесину, чтобы потом форт себе построить. Мне почему-то вспомнился юнит такой, гоблин. Был в Варкрафте третьем. Его можно было нанять на карте из здания нейтрального у гоблинов. И он очень классно лес пилил, по 200 приносил. Так, приближаемся к боссу. Орешек. Ну-ка иди сюда. Где там твой орешек? Перегрелся. Сейчас. Остыну. Полечусь. Проход орешка. Не-не-не-не-не-не. Я в проход орешка не норовил попасть. Честно говоря. Послание в бутылке. Так, остудились. Давайте сходим. Ох, орешек-орешек. Некрепкий. Оказался. Так. Наверное, не хватит нам сейчас здесь уже монстров в этой локе, чтобы четвертый апнуть. Ну, кто знает. Осталось меньше одного выделения. Так, Пэт. Тебе тут можно еще скинуть немножечко. Вот мы взяли металлическую дубину, наверное. С ней будет лучше. Ну, правда, медленнее гораздо атака. Давайте посмотрим. По самим локациям, друзья. Глобальных изменений пока никаких. С локациями... Ну, с первыми, по крайней мере. Все как было, так и остается. Так, здесь у нас переход, который почему-то на карте не отмечен никак. Тогда я не учитывал, что он здесь есть. И здесь еще будут ребятки. Тогда, может, и апнем четвертый. Пойдем туда в город. О, там есть ультрафиолетовые. Ну, блин, воин, не жги меня огнем. Жарко. Ого. Так, первого рубанули. Но огонь сильно дамажит. Надо брать резист. Путь трейвела закрыт. Ну, что, собственно, логично. Знаем. Рано сюда еще. А помните, как мы багом попали в третий город? Из первого. И я еще оттуда выбраться не мог. Слушайте, я просто... Я кайфую от того, как он перемещается. Только ради того, чтобы наблюдать, как он двигается, можно им играть. Аминь. Аминь. Бьешься? Как же я мог тебя не разбить-то? Птички поют. Красота. Бабочки летают. Очистили местность гоблинов. То, что нам нужно. Так, давайте, давайте там немножечко этот кусочек карты открыть хочется. Бьешься? Как же я мог тебя не разбить-то? Ах, я так надеялся, что здесь будут гоблины. Но нет, ладно, идем в портал, он тут поблизости. И... в город. Сразу проверочка. О, есть карты. Ну так, о чем можно говорить? Я пошел на прокачку туда-то, друзья. Все, я тут какие-то вещи сейчас сам выберу. Лучше буду качаться. Ну, покачаюсь. И мы вернемся с вами. И продолжим проходить Torchlight 3 за механоида. Уже бета-версию. Обязательно разместить это видео у себя на стене. Пусть все больше людей узнают о том, что Torchlight, выход Torchlight 3, уже не за горами. Уже очень скоро мы сможем играть в полноценную версию игры Torchlight 3, выход которой даже многие уже не верили. Спасибо, что были сегодня со мной. Большие пальцы не забываем. И на следующее видео обязательно, друзья, приходите. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok